Для успешной работы любому предприятию, большому или малому, да и всей стране в целом, нужны квалифицированные кадры. Не зря уже не один десяток лет крылатой фразой для эффективных управленцев является «кадры решают все». Именно дефицит подготовленных специалистов, актуальных на рынке труда профессий, и восполняют в Одесском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости. Здесь не дают бесполезных знаний, только практичные и актуальные умения. Те, кто захотел освоить нужную рынку профессию и прошел обучение в центре службы занятости, смогут без проблем устроиться в государственные и частные учреждения. Выбор специальностей, которые доступны для желающих пройти переобучение, достаточно велик, чтобы человек мог выбрать интересную лично для него. И это не только технические специальности. Так девушки могут освоить профессии мастера маникюра или парикмахера-модельера. Как для слушателей, так и для мастеров мы постоянно повышаем уровень квалификации, поэтому наши слушатели всегда в теме, они всегда знают, что на сегодняшний день является трендом, что является актуальной услугой, которая пользуется спросом, на которой, опять же, можно зарабатывать деньги. У нас такая профессия, без представителей которых не может обойтись ни один человек. В данной мастерской мы готовим квалифицированных работников по профессии парикмахер-парикмахер-модельер. Вы каждый день сталкиваетесь с выпускниками Одесского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости. Самые актуальные и нужные профессии получают приток новых кадров регулярно, с окончанием каждого цикла обучения. И нет специальности из предложенных к освоению, получив которую, можно остаться без трудоустройства. Профессия очень востребованная сегодня, очень нужная, очень интересная. Вот эта профессия на все времена. На самом деле, в силу того, что роль электричества, электрической энергии все время возрастает, количество электроприборов в быту и на производстве тоже увеличивается, поэтому действительно профессия очень нужна. Ребята идут на нее с охотой, получают здесь знания в полном объеме персонально-технического образования. Это самая современная рабочая профессия на сегодняшний день, которая сочетает в себе как знания станков и технологий, которые применяются на производстве, так и персонального компьютера. То есть информационные технологии сейчас внедряются на производстве и также застрагивают обработку материалов из металла, пластика, керамики, дерева и так далее. И наша задача обучить наших слушателей пользоваться такими станками, пользоваться компьютерами, которыми им управляют. Секрет востребованности выпускников Одесского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости в эффективных системах обучения, где поданная мастерами своего дела теория специальности обязательно подкрепляется богатой и разнообразной практикой учащегося. Высокая обеспеченность всем необходимым оборудованием и лучших мировых марок, самыми современными образцами специальной техники и тренажерами, а также практика на профильных предприятиях – все это залог профессионализма выпускников. Такие специалисты нужны не только в Украине, но и за рубежом. Прикладные рабочие профессии дадут возможность создать для себя надежный социальный фундамент. Если говорить о научении людей в дорослом веке, мы можем обратить внимание на то, что в законе про занятость есть такая статя и послуга, которую надает служба занятости – это отримание ваучеров. Я хочу сказать, что ваучер выдаётся за установленным переликом профессий и специальностью человек старше 45 лет, у которых уже страховый стаж 15 лет, и человек, которые освобили из военнослужащего службы, демобилизованным участникам АТО, из числа инвалидов и внутренне перемещенным человеком. Володимир – один из тех, кто отримал ваучер. Я узнал об этой программе из средств массовой информации и пришёл в областной центр занятости для того, чтобы проверить, насколько действительно эта программа работает. Как директор регионального фонда поддержки предпринимательства в Николаевской области мне приходится уточнять некоторые позиции, предложения, которые присутствуют на нашем рынке, потому что некоторые из них являются чисто номинальными. Я был очень удивлён, что действительно это предложение работоспособное, и для того, чтобы проверить его полноценно, я, как оказалось, по возрасту подхожу к этой программе, подал заявление, получил ваучер, пошёл в университет, выбрал специальность, и вот буквально пару месяцев назад я получил на руки диплом. То есть почти что три года обучения в той профессии, которая, в общем-то, является сегодня, наверное, крайне актуальной – это программирование. Группа была полная. В группе были все люди вот моего возраста и старше. Я считаю, что группа отучилась достаточно хорошо, потому что преподаватели профессиональные – это те, которые обучают и студентов, то есть молодёжь. Учебное заведение высшей степени аккредитации, то есть это не вчерашнее образованное какое-то учебное заведение. Поэтому тот, кто хотел получить в возрасте за 45 новую профессию или усилить свои позиции, получив диплом, потому что достаточно много специалистов работают, в том числе, допустим, в программировании, в юриспруденции, в инженерии и где-нибудь ещё, не имея на руках дипломов, потому что им пришлось за вот эти 20 лет менять несколько работ и в конечном итоге заниматься тем, на что у них в общем-то есть больше способностей в конечном итоге. Но повысить свой конкурентоспособность без диплома, без корочки, невозможно ни для этой страны, ни для каких других. Поэтому получение такого диплома сопровождается действительно временным фактором и финансовым. Поэтому то, что служба занятости реализует эту программу, позволяя действительно людям почувствовать себя увереннее, особенно вот на таких переломных моментах, на которых мы уже там не одно десятилетие находимся. Поэтому я считаю, что программа не только жизнеспособная, программа жизненно важна, и надо сказать, что она, пожалуй, единственная, которая осталась в этой стране, программа для обыкновенных граждан. То есть не каких-то сегментов нашего общества, а именно для обыкновенных граждан, которые достигли возраста 45 лет, и поэтому они хотят повысить свою конкурентоспособность. Если бы еще усилить не эту программу, а просто уже университетскую подготовку дополнительными знаниями английского языка, то я уверяю, что все выпускники подобных программ как минимум в два, то и в три раза повысили бы свою доходную часть сразу же по получению диплома. Так что я считаю, что программа замечательная, надо ее пользоваться. Дуже гарною формою навчання на сегодня есть. Это неформальное навчання. Неформальное навчание – это так же цікавая форма навчання, которая даёт смогу подтвердить свой профессиональный уровень. На сегодняшний день у нас, на жаль, в перелику только одна профессия – это кухар, где мы можем подтвердить на базе Рівненского ЦПТО. Я хочу рассказать вам, яких спеціалістів взагалі хоче бачить роботодавець. Ну, мабуть, роботодавець хоче, перш за все, бачити у себе на роботі висококваліфікованих працівників, яких є досвід, певний досвід роботи. Працівник, який сьогодні прийшов, сів, працює, чи став до станка і працює. Його не треба навчати, там, перенавчати вже на робочому місці. На сьогоднішній день основна вимога до працівника – це, в першу чергу, мабуть, відповідальність. Здатність до навчання теж є важливою вимогою, тому що технології розвиваються дуже стрімко. Буквально протягом за рік часу можуть змінитися вимоги до технологічного процесу. Більшість цих вимог на сьогоднішній етап фіксується в протоколах систем якості. І, відповідно, від працівника вимагається здатність опанувати ці вимоги і виконувати їх чітко згідно з інструкціями. Сучасне програмне забезпечення, воно потребує від людини, навіть якщо вона не отримала фахової освіти, лише здатності до саморозвитку, самонавчання, в принципі, все вийде. Коли звертається шукач роботи до роботодавця, перш за все це дійсно така активна форма роботи, спілкування очі в очі. Але не завжди змогу має і роботодавець поспілкуватися, і шукаючи роботу не завжди може звернутися до роботодавця, попадаючи в кадрову службу або дійсно спілкується тільки спеціалістами. У нас є така зараз послуга, це як відеорезюме. Мзія Воропаєва нещодавно переїхала до Миколаєва. Жінка – педагог за фахом. Трудову діяльність вважає важливою частиною свого життя, тому вирішила відновити її і в новому місці. Пані Мзія звернулася до центру зайнятості, де спеціалісти запропонували їй новий вид послуги – відеорезюме. Я зацікавилася, тому що в європейських державах цей вид дуже розповсюджений, і я вважаю, що він мені допоможе швидше знайти роботу, тому я зацікавилася. Дуже багато шаблонних, стандартних, дуже схожих одне на одного резюме. І роботодавці, вони не можуть оцінити насправді людину, визначитися з вибором кандидатури і запросити її на співбору. В європейських країнах відеорезюме – один з найбільш розповсюджених та ефективних способів пошуку роботи. В Україні Миколаївщина стала чи не першою областю, де в центрах зайнятості громадян впровадили практику особистої відеопрезентації. Ви знаєте, паперове резюме не завжди відображає, і роботодавець повинен спочатку запросити в нас це резюме, потім перечитати. Відеорезюме – це вже предоставляє таку можливість, що він може на власні очі подивитися, переглянути і зробити висновок, підходить йому наш клієнт чи не підходить. Спеціально для шукачів роботи працівники установи проводять відповідні семінари та тренінги, під час яких популяризують цей вид презентації себе, пояснюють, яких помилок треба уникати при створенні відеорезюме та вчать, як в технічному сенсі зробити його правильно. Ми надаємо інформацію щодо самої структури відеорезюме. Якщо людина в змозі записати його вдома самостійно, будь ласка, нехай записує і нам просто надає його в готовому варіанті. Якщо такої можливості немає, спеціалісти центру зайнятості з радістю допоможуть, підскажуть і якісно зроблять це відеорезюме для нашого клієнта. За словами співробітників центру зайнятості, тільки за місяць існування нової послуги більше 50 шукачів роботи створили власне відеорезюме. Добрий день, в мене є така проблема, таке питання до вас. Я вже 10 років працюю бухгалтером на одному місці і наразі гостро відчула таке професійне вигорання. Я маю йти на роботу, маю працювати, але не можу себе заставити. Якась апатія. Будучи в молодому віці, хотіла отримати одну освіту, наприклад, психолога. Потім було бажання отримати освіту кондитера або кухаря, але рідні наполягли на бухгалтерії. Я працюю в цій отраслі, в цій галузі на даний момент. Але відчуваю потребу і бажання щось кардинально змінити. Підкажіть мені, як мені поступити. Я думаю, що своє життя змінювати ніколи не пізно, а тим паче змінювати свою професію або спеціальність. І якщо це важливо буде для вас, ви, по-перше, повинні визначитись саме ви. Близькі люди, які вас оточують, повинні вам допомогти. Тому що, дійсно, це важливе рішення. Від цього рішення залежить майбутнє ваше і життя, і умови життя, і ваша достойна заробітна плата. Якщо ви не визначились, будь ласка, зверніться до центру зайнятості, вам допоможуть наші спеціалісти визначитись з даного питання. На сьогоднішній день вже 4,5 тисячі наших безробітних підвищили свою кваліфікацію, навчилися і перенавчилися. Отримали цікаві професії, спеціальність, підвищили свою кваліфікацію по спеціальностям. Не бійтеся, звертайтеся до центру зайнятості, і ми вам допоможемо в даному напрямку. Є чудова народна мудрість. Якщо хочеш бути щасливим рік, закохайся. Якщо хочеш бути щасливим все життя, обери професію до душі. Дякую.